все поехали всем доброго дня сегодня расскажу об одной из болельщик grand star x а также это h1 она уже давно как бы присутствует но не было возможности что снять или что-то такое просто как бы ну и происходило на пробегах там 400 500 600 тысяч это во первых во вторых это происходило на машинах которые были именно под нагрузкой регулярно возили людей возили какие-то грузы или что-то еще болячка это следующее именно на автомате то есть когда мы включаем заднюю то есть передачу или стара ставим драйв у нас происходит стук мы слышим что сзади в редукторе или в кардане ну что-то какой стук происходит первое когда у вас происходит подобный стук именно там на задней или то есть драйв там бывает что драйв ставим нету на задней есть бывает что в драйве тихонько на задней сильно первое что очередь мы делаем это проверяем уровень масла коробки очень много допустим людей которые с такими жалобами приезжают и мы сразу смотрим уровень масла то есть если у нас автомат у нас либо hvx и имеется щуп либо у нас cvx то есть залазим вниз ставим в паркинг заводим машину и откручиваем пробочку вот здесь вот получается слева на коробке отворачиваем пробку с коробки и оттуда должно палиться масло значит это уровень вот эта проблема на евро четвертых то есть 2008 по 2012 год она проявлялась но очень очень мало чаще стала проявляться именно на евро пятых евро шестых гранд старакса и вот включая сейчас даже urban то есть вот этот именно стук приключений также это может быть крестовина на одна из крестовин на кардане но если это не кардан если это не масло в коробке скорее всего это зазор на шлицах именно правая полуось не знаю ответа на этот почему именно разбивает шлицы на полуоси задней правой и разбивает в редукторе то есть в самом дифференциале в основном эта проблема проявилась на гранд стараксах евро пятых евро шестых как и сказал дело в том что на них уже стоит редуктора с блокировкой и видимо вот эта блокировка нагрузка как-то все таки изменила эту болячку проблему здесь она стала происходить довольно чаще вот у нас допустим сейчас urban лимузин пригнали его скорее здесь то есть пригнали я так понял теперь он будет на продажу кому-то вот и надо его чуть-чуть подделать у него есть проблема как раз то при включении задней скорости и на драйв на драйв стук небольшой а при включении задней скорости идет удар то есть кардан он в идеале у нас не полный привод кстати не полный привод пробег заявленный 59 я смотрел он оригинальный и визуально машина похожа то есть по салону по двигателю вообще все в целом то есть похоже но опять же вопрос 59 тысяч с чего бы разбила шлицы полосе нас это право я уже ее снимал я уже смотрел на ней выработку смотрите в идеале в идеале надо менять вместе с редуктором но все мы прекрасно знаем что евро шестой редуктор минимум будет стоить сотку для так сказать человека который приобрел машину для того чтобы на ней заработать он этого делать не будет поэтому по минимуму будет ставится другая душная полость видимо там машина попала в аварию не знаю что вот он ее привез я покажу конечно что-то за ржавенько но придется диск на не менять меняется она здесь принципе легко вот и проблема вот здесь строится вот здесь разбивает здесь появляется небольшая выработка на этом полуосе и и нет выработки он ее привез я посмотрел на нее нету выработки сейчас я сниму вторую положим вместе и увидите там буквально прям не знаю ну 30 40 соток и этого достаточно смотри гайки вот не видишь они то все смотри слизаная и вот это еле живая и здесь 19 не лезет она просто подожди как очень снимать когда они круглые я не знаю дело в другом дело в том что две недели снимал я это полость вот этой головкой и гайки были целые а теперь здесь ну походу наш доблестный шиномонтаж две гайки слизаны я не знаю я игре снимал две недели назад все было отлично ну вот а то очень сильно тут если еще более-менее ну вот ее провискать и сделала так а у меня вот здесь один очень-очень хороший человек о ездит он на киев карнивал 2 и 9 он купил все гайки новые а что-то не было 2 гайки испорчено что ли и он оставил оставшиеся свои 18 гаек он купил все новые оставшиеся бушные 18 гаек оставил и сказал поставь их людям вот так мы сделаем так вот она есть еще где одна вот и вот эту меняем вот они прям еще по своего шикарную шикарная гаечка это прям сразу металолом депо ходу стал уже кричит возьмем молоток и вот она нет бы нет бы мне в прошлый раз когда я снимал почистить помазать нет я этого не сделала теперь вот учусь проблему могут возникнуть с тросом ручного тормоза если он закис заклинил то тогда будет сложно его снять трос так убираем колодки сразу вытащи потому что будем там переставлять менять и диск и этот нет евро что и свой редуктор зачем ну ничего к нему то есть редуктор редуктор другой свой были такие попытки когда ломались редуктора да 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 просто немного изменили потому что же говорю были попытки когда вставал вопрос о том что на них кстати на урбанах на грандстарксах евро шестых очень много случаев когда развалились редуктора на пробеге там 20000 2824 вот я точно помню вчера у меня был после покупки в корее человек заказывал сам себе urban у него получается при ускорении появились толчки и шум и вчера при откручивании пробки сливной оттуда вывалились куски от редуктора он уехал как бы поэтому вот можно заказать скорее машину я даже говорил в каком-то видео что дело в том что когда вы приобретаете машину официального дилера у вас есть гарантия на если вдруг разваливается коробка там на пробеге 50000 или редуктор то вам его меняет то в этом случае вам никто ничего не возместит чтобы снять полость не нужно снимать скобу не нужно снимать диск это я так просто заодно сейчас сразу скину потому что мне все равно переставлять так берем можно плашкогубцы кто что я вот бокорезики и надо снять стопор здесь сзади который на ручнике здесь на были так же да не это что на были заходит во внутрь трос а здесь он наружный трос если он двигается то вопросов не бывает так в идеале конечно крутить вот болтик и тогда он очень шикарно снимается можно и так конечно помучиться но потом одевать будет тяжело он даст свободный ход вот ему на 12 вот здесь вот кстати смотрите по тросам ручного тормоза у всех проблема клинит вот в этом месте видите urban то есть этот трос от урбана подходит на евро 4 на евро 5 видите они мягкое соединение сделали все то есть проблемы здесь тросами ручника нету а именно на четвертых и пятых его обламывают то есть вы просто приобретаете троса от урбана один в один все длина все закрепление ставите на свою и забыли у меня другом тоже есть грандстаркс на котором мы давным-давно еще лет 7 назад отпилили троса и не не пользуемся не ну если у вас механика того вариантов нет на наручник делать конечно если автомат то и я вам так скажу сейчас кто-то скажет да что на коробке там на склоне что-то оторвет выработка все эти сказки не было ни одного случая чтобы в коробке автомат не на одной машине ни одного производителя неважно чтобы сорвала этот крючок никогда колодки ручника надо разводить это никто не отменял тут вариантов нет и готово все новенькая вещь ну а чтобы чем тут будет тут все новье так с другой стороны 4 гайки десятки под ключ 14 это главное не вырвать сальник полосе внутри который стоит и ручкой придерживаю потому что если вы ее бросите то сальник вырвет теперь бы нам куда-нибудь на свет да вот здесь он широкий примерно полтора миллиметра здесь уже вот пол миллиметра то есть именно вверх видишь уже да вот и смотрим здесь на другую перед переносим если мы смотрим здесь ширина зубика у нас допустим полтора миллиметра то здесь не знаю очень очень мало то есть видно визуально что два раза меньше так самое главное смотрите все в этой фишке то есть вот это не уберет полностью проблему то есть она останется будет может быть незаметно может быть чуть-чуть заметно это первое второе это случится снова потому что там куда вставляется полуось то есть дифференциал тоже есть выработка и он начнет ее кушать быстрее чем мы хотели бы этого поэтому все это временно в идеале меняется редуктор либо дифференциал и полуось проблема есть она происходит она может произойти даже вот на 60 тысяч и на новой машине на старой но дело немножко не в этом дело в том что допустим к нам большую часть попадает уже отчаянные люди они не знают что делать сперва где-то они меняют новый кардан покупают там от 20 до 40 все зависит оригинал или аналог ремонтируют коробку там меняют также кто-то редуктор не обращая внимание даже на шлицы то есть люди вкладывают большие деньги все бесполезно приезжают сюда и оказывается что надо просто полуось то есть вместе к редуктору надо было тоже менять полуось ну все вы принципе все видели все знаете если у вас подобная проблема то выходить ее из нее уже только вам как вы будете делать менять только полуось менять хозяина или оставлять себе и сменивать редуктор и полуось то есть все зависит от вас ну все всем до новых встреч пока а